Жизнь на прокачку Смотрите новую серию проекта Откровения Всем привет, меня зовут Паша Я начал заикаться с 8 лет Это было, когда я впервые пошел в 3 класс на линейку Еще с того момента начались какие-то маленькие проскоки в речи На которые особо никто не обращал внимания Но со временем вот это стало все усиливаться как-то плавно И незаметно, что сначала все не придавали этому значения А потом мы уже как-то смотрим на все вот это И как бы, ну да, вот это уже что-то серьезное Ну как бы и не проходит До этого мы с моим братом и с отцом пошли в баню к бабушке И там отец не вытащил из бани заглушку, которая нужна для подачи воздуха Следовательно, мы надышались угарным газом Я не помню, что было, я помню все смутно Но как бы, я помню, что я был в баню И через мгновение я уже встаю в доме, где все стоят вокруг меня Все что-то машут Воздуха мне может не хватает Стоит участковая медсестра Все на панике И не понимаю Но в тот вечер я еще нормально разговаривал На следующий день какие-то маленькие вот такие Проскоки были Ну, то есть сначала мы вообще не думали, что это будет что-то серьезное Усиливалось это в течение первых четырех месяцев, наверное Типа плавнее, 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 плавнее И тогда вот мы уже начали беспокоиться об этом Что это не обычный испуг А вот что-то вот уже серьезное начинается Когда мы поняли, что все уже достаточно серьезно Мы решили обратиться в больницу В больницу нам ничего такого особенного не предложили Но там таблетки из седативного действия Типа глицин, еще какие-то успокаивающие Мне делали физиотерапию И не помню название Но где на тебя цепляют вот такие вот электрические штуки И ты лежишь на кушетке Смутно помню Вначале еще были разговоры про гипноз Но потом почему-то тема дальше не всплывала То есть я не понимаю Мы даже не пробовали Может быть врачи от этого отказались Или еще чего Но в целом это было безуспешно Я просто пил успокаивающие таблетки Да, успокаивательнее ты действительно получше разговариваешь Но в целом Побороть это с помощью них Не является возможным Наша бабушка активно лоббировала тему Что у нее есть знакомая знахарка Целительница Типа вот сходите к ней Она все болезни лечит Сверхспособности вот у нее За неимением иных средств Мы все-таки решили к ней обратиться И вот вспоминаю Сейчас вот Насколько это было Забавно Но как бы Мы делали что могли В чем заключалась Процедура лечения Моя мама Стояла на улице И через окно Спрашивала у бабки вот этой Что делаешь Знаха я ей Говорила Выгоняю испуг И капала Расплавленный Припой В миску с водой Все вот это вытаскивала То есть Затвердевшие кусочки В непонятных образах И Говорила Что вот это все кошмары Которые вот у меня в голове Из-за которых я не могу разговаривать Параллельно Вот этим Мне сказали Чтобы я больше не смотрел телевизор Чтобы я не заглядывал в телефоны Потому что бабка думала То что Что там сплошный страх Что я чего-то там испугался Но И так мы еще несколько месяцев Лечились наверное Но без особого Без особого эффекта На самом деле А дальше уже Ну как бы все уже Со временем уже Свыклись Ну что Не лечение не особо работает Да И А Кружающие уже Все как-то свыклись Вот этим В школе Вот Я читал стихи Вместе со всеми Ну То есть Все уже как-то Более-менее спокойно К этому относились Иногда мне Разрешали Ну то есть Меня спрашивали То есть Если хочешь Сможешь просто взять листок И в нем писать по памяти И учитель смотрел Что я не списываю Я просто вот так Типа я сидел писал Естественно Оставила Свои какие-то отпечатки Ну вот В решающих моментах Типа такого взросления Ну то есть Травли не было особо Хотя Тети они Ну По сути Своей Чуть более Такие Жесткие Чем взрослые Ну потому что Взрослые Они как-то Все уже Спокойно относятся Что Сверстники Что Чуть более взрослые люди Но вот С детьми Тяжеловато было Как-то скоммуницироваться Следовательно Ты был Неким таким Аутсайдером Что ли Ну Возможно Вот это И сказалось Еще как-то На каких-то Внутренних Аспектах Ты начал Как-то Замыкаться в себе Загоняться Всю свою Осознанную Жизнь Я Зайкался Но До сих пор То есть Мне 21 год Я До сих пор Где-то вот Внутри Ты Отказываешься Верить Что вот это Происходит Именно с тобой Где-то у тебя в голове То что Ну вот С кем-то С другим Вот это бывает С кем-то С другим Все вот это Не по-настоящему То есть Ты До последнего Ты Не веришь Ты думаешь Что ты вот просто Встанешь в какой-то день И ты будешь Нормально разговаривать Что у тебя на самом деле Не такая жизнь Что ты Совершенно нормальный То есть У тебя нет никаких Проблем Но Каждый день ты встаешь И снова такое Блин Да Да Это все Все еще И ничего не изменилось На самом деле Внутри ты Такой же Человек Как все Просто вот Такая вот штука С речью И все вокруг Это Понимали На самом деле Футь в том Что ты Думаешь Быстрее чем Разговариваешь То есть У тебя в голове Уже идет следующее слово Ты Уже дальше У себя в голове Продолжаешь мысль Но ты не успел Сказать предыдущее Ты спотыкаешься Об одну букву И стараешься Стараешься Сказать До конца Я думаю С этим смириться Невозможно Потому что Все мы В глубине души Как-то верим То что Что мы Особенные Мы заслуживаем Чего-то лучшего Ну то есть Ты никогда С этим Наверное Смириться Не сможешь На самом деле Я И сам И не Не до конца Понимаю Что меня сподвигло Вот вообще Типа Идти куда-то Сниматься Как бы Еще остальным Людям Об этом Обо всем Рассказывать Ну Я думаю Что нужно Использовать Все возможности Хотя бы Какие-то Малейшие Вот Я надеюсь Что В проекте Вот в этом Жизни На прокачку Может быть У нас что-то Получится Почему бы И не Попробовать Собственно Как бы Если даже У тебя Ничего Не выйдет То ты Хотя бы Попытался Ты хотя бы Хоть что-то Сделал Ну Глянем Что будет дальше Ну что друзья Спасибо большое За поддержку Большое спасибо За просмотр Если вам Интересна Трансформация Ваши В будущем Обязательно Подпишитесь На этот канал Потому что Уже в одном Из следующих Роликов Мы пойдем К врачу Для того Чтобы наконец-то Побороть Этот недуг Меня зовут Александр Жучкин До новых встреч Друзья До завтра Пока